А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 961 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. Вчера силы обороны Украины поразили в Российской Федерации военный аэродром Ханское, что в республике Адыгея. На данном аэродроме в тот момент находилось 57 различных типов самолетов Су-34 и Су-35, а также вертолеты Ми-8. После многочисленных прилетов на аэродроме наблюдается серьезная детонация. Также на данном военном комплексе под удар попал склад ГСМ для самолетов, а также склад авиабомб и ракет, который находился там на территории этого военного аэродрома. Безвозвратно потеряно и повреждено большое количество летательных аппаратов. Российский обманутый освободитель без ноги, без денег, без справок, без военного билета умоляет Путина и всех его святых чиновников о помощи для его инвалида СВО. Своих не бросаем. Бросаем, еще как бросаем. В госпиталь меня привезли, никакой помощи мне там не окажут. Ногу отпилили, не зашили. Сейчас выкинули с госпиталя меня. Есть чего? Как мне быть? Он ноги нету, она у меня гниет вся. Мне ее не зашили. У меня плюс еще осколки в руке. Обращался в следственный комитет, в прокуратуру. Президенту даже написал обращение. И где они что решают-то? Мне не дали ни справки 98, ни сотой справки не дали. У меня нет ни военного билета, ни паспорта. Я с Ростова-на-Дону добраться домой не могу. Нахожусь в гостинице. У меня последние деньги остались просто. Я не знаю, как теперь домой мне добраться, потому что документов нет. Как мне быть-то? А еще говорят, своих не бросают. Главное, подпишите контракт. А когда у вас оторвут ноги, руки, мы выдадим вам премию «Килограмм пельменей». И живите с этим, как хотите. И не забудь поблагодарить Путина. Манули дурачка на четыре кулачка. Но в это время я продолжаю наслаждаться российским будущим, молодыми российскими мечтательницами. Мне 31. И я никому не даю. Вообще никому. Потому что я жду олигарха. Только олигарх достоин ночи со мной. Сколько в мире мужчин, которые в полном объеме способны содержать женщину? Процента три. Я знаю, что я достойна олигарха. Бедный мужчина не мой уровень. И вот почему. Во-первых, внешность. Ну, тут как бы все очевидно. Видно, что я редкая красавица. А в это время потери у россиян на фронте в Украине остаются катастрофическими. И за последние сутки еще 1140 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и старыми. А всего же 24 февраля 1922 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано 666 340 российских захватчиков. Продолжение следует...